Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе я свяжу микромушку при условии, что, допустим, определенных материалов у нас нет. Я подел обыкновенный стеклянный шарик. Если его нет, можно даже ничего не городить, а изготавливать мушку без этого шарика. В качестве огрузки я буду использовать обыкновенную медную проволоку, которая трансформаторная. Я ее закрепил капелькой клея и промотал ниткой. И теперь, используя тиски, начинаем с вами формировать тело. Виточек к виточку, стараясь сильно не торопиться. Это нудновато, но у нас качество намотки будет очень хорошее. Если у вас этой функции нет, можно спокойно воспользоваться функцией намотки руками. Не доходим приблизительно с вами до загиба. И движемся теперь опять к нашему колечку. Выберем угол, чтобы наша проволочка вот так захватилась. И опять так же, виточек к виточку, начинаем двигаться теперь. Колечко. Прошли место крепления возле колечка. И теперь начинаем возвращаться обратно. Количество витков вы для себя подберете сами. Сколько, допустим, вы захотите изготавливать. Какой толщины и насколько пышная ваша будет мушка. Проволока должна быть обязательно тоньше диаметра крючка. Хотя бы наполовину. Дошли до места, где мы с вами заканчивали намотки и перехлесты. И здесь до загиба мы буквально немножечко, пара-тройка оборотов, для того, чтобы нам создать конечную форму нашего тела. Прошли. Чтобы наша проволока далеко не убежала, я обычно всегда беру обыкновенный перодержатель и зажимаю. Берем нашу нить. Нить должна быть у нас достаточно тонкая и крепкая. Крепим ее у загиба. Пока ничего не экспериментируем. Закрепили. И теперь оторвали проволоку и отрезали остатки нити. В качестве хвостика я буду использовать не совсем пышные перышки фазана охотничьего. Я думаю, не всегда у вас попадаются перья, допустим, чтобы были довольно-таки жесткие и грубые. Поэтому подберите для себя в вырезе охотничьего фазана кусочек перьев, где сами остаточки вот такие вот, достаточно мягенькие. Сам хвостик у нас будет средней длины, будет равняться примерно длине тела. Подводим, вымеряли, сколько нам необходимо, перехватили наше перышко. Буквально 3-5 штучек. Это все будет зависеть от того пера, которое вы используете. И притяжной петлей наживили, посмотрели, какой величины хвостик. Вот для меня, допустим, он длинноват. Поэтому мы взяли теперь спокойненько вот так, подтянули ровно столько, сколько нам необходимо. Вот такой длины мне будет достаточно. И теперь я беру вот так, отгибаю обратно и проматываю в месте крепления. Формирую небольшой вот такой замок. Мушка стандартная, как ее называют, фазентайл. То есть из фазана изготовлена наша мушка. Беру вот такой голографический люрекс. Он имеется в продаже Юнифлос. Если нет, можете не отрывать нашу проволоку и проволокой изготовить потом сегментацию. Подхватили. И теперь по всей длине. Нашего цевья и тело, которое мы изготовили. Закрепим наш люрекс. Для того, чтобы мушка была более симпатичная, немножечко вот так промотаем. Исправим небольшие неровности, которые вышли за счет нашей проволоки. Хотя, по большому счету, при намотке это не сильно будет проявляться. Цвет нитки, как я вам уже говорил, не имеет большого значения. И нашу нить оставляем в районе формирования грудки. Для того, чтобы наше перо хорошо держалось, капнем небольшую каплю клея, суперклея. По тому месту, где мы с вами будем осуществлять намотку пера. Я не использую перодержатель, а помогаю себе рукой. Выберу приблизительно угол наклона, который я буду использовать для намотки. И вот так, раздвигая наши бородки пера, провожу намотку. Если вы решили сегментировать проволокой, пожалуйста, сегментируйте проволокой. Поэтому, если мы посадили с вами на клей наше тело, оно достаточно хорошо и крепко будет держаться. Поэтому я здесь и не использую проволоку. Берем наш люрекс, ставим крючок в удобное для себя положение. И выполняем в обратную сторону обмотку нашим люрексом. Можно использовать, если у вас есть и кристалл флэш, то есть любой блестящий элемент, который позволяет по вот такой ширине для нашей мушки выполнить обмотку. Дошли до формирования нашей грудки. Закрепим наш люрекс. И остатки удалим. Для чехольчика я подготовил вот такой кусочек пленки обыкновенной. Это так, как мы с вами договаривались. Если вообще у нас ничего нет. Но я думаю, кусочек пленки можно найти. Я подрезал слегка край, для того, чтобы мне было удобно крепить. Подхватили нашу пленочку за край. И слегка вот так в натяжечку прихватываем поверху, заходя немножечко на наше тело. Приблизительно вот столько нам будет достаточно. Для того, чтобы мы могли изготовить нашу грудку, я подготовил для лапок остатки пера вот такой обыкновенной курицы, грязи. Поэтому я вам покажу, как можно будет изготовить немножко по-другому. Берем теперь даббинг. Даббинг беру подходящий под оттенок моего тела. Близкий такой к болотному, коричневому, ржавому, непонятному цвету. Но не до конца. Оставляем буквально несколько, там полмиллиметра, не доходя до нашего шарика. И вот так, учитывая то, что он у нас лохматенький, немножко слегка подкручиваем его, формируем пышную грудку. Если по каким-либо причинам у вас, как я показывал, нет перышка такого, можно спокойно оставить вот этот даббинг, накрыть чехольчиком и после этого расчесать, подготовить лапки. Вот у нас осталось небольшое место для крепления пера. Закрепим его у нашего шарика. И слегка промотаем по нашей грудке, так, чтобы хотя бы пару миллиметров у нас перышко отошло вот так, от места крепления. Подогнем торчащие волоски нашего пера и подмотаем. Теперь нам необходимо с вами выполнить ровно один или два оборота. Все будет зависеть от того, какая пышность у вашего будет пера. Отгибаем сразу бородочки, чтобы они у нас не топоршились вперед. Вот буквально эти два оборота вполне нам достаточно. Крепим наше перышко. Отводим все бородки назад и перед пером выполним 2-3 оборота, уплотнив все перышки, которые у нас торчали. И теперь аккуратно срежем перо. Годится. Теперь нам необходимо вот те перышки, которые у нас сверху, слегка развести вот так по сторонам. Так как у нас грудка сама по себе должна быть или черная, или коричневая, я беру обыкновенный перманентный фломастер черного цвета, изнутри или коричневого, какой у вас будет под руками, и изнутри подкрашиваю свою пленочку. Подкрасили. И теперь аккуратно в натяжечку подводим колечко. Вот так, уводя в сторону все наши перышки. Подвели в натяжку, как перед этим я изготавливал мушку. Первый оборот мы только подхватили. Отпускаем натяжку нашего полиэтилена. И даем нитке продавить возле шарика место. Должна выйти вот такая вот конструкция. Переворачиваю теперь нашу пленочку. И буквально теперь перед пленкой я выполню пару оборотов. Для того, чтобы закончить нашу мушку, вот она уже достаточно в таком количестве всех элементов, мы капнем, немножечко клея нанесем на нить. И здесь выполним завершающий узел. Как я уже говорил неоднократно, учитывая то, что клей наш достаточно хорош, можно узловый не вязать, дабы не создавать некрасивого воротника у шеи. Поэтому следим за тем, чтобы нить у нас никуда не ушла. Сделали вот так парочку оборотов. И узловязом выполним буквально один оборот. Этого будет достаточно. Подрезали нашу нить. И аккуратно теперь следим за тем, чтобы не попали под ножницы наши перышки. Натягивая полиэтиленовую пленочку, срезаем ее сверху. Волоски, которые вот у нас остались снизу, желательно вот так взять, срезать, так как излишество лапок нам не желательно. И у нас вышла вот такая симпатичная нимфочка. Расправили наши лапки, поправили наш хвостик. Подкрасим еще немножечко спинку. И, как вы видите, довольно-таки несложная, но с достаточной огрузкой вот такая красивая нимфочка готова к работе. Спасибо вам, что вы смотрите. Пишите. Благодарю вас за внимание. До свидания.